Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.05 в Кирове. 05 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». И сегодня в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Приветствую вас, конечно. Ну, давай сразу же настраиваться на серьёзную активную работу. Да, я уже готова. Да, недавно вернувшаяся из отпуска Светлана Занько, кстати. Загоревшая, повидавшая, прекрасные просторы зарубежные. Посмотрите на меня. Видеотрансляция есть у нас на сайте хакера.ру. В правом верхнем углу онлайн-радио, веб-камера в студии. Пожалуйста, я вот им рукой помашу. Ну, я тоже заодно, да. Добрый день. Сразу же давайте приступаем к работе. У нас сегодня в разработке одна тема, да, на ближайшие два часа. Тема очень неоднозначная, резонансная, противоречивая. И, по большому счёту, мы как-то вот сегодня вот эти части пазла как-то попытаемся сложить. Ну, что в наших силах, собственно, будет. И тема, кстати, по мнению непоследнего человека в областном правительстве. Двух непоследних, я бы сказала. Двух непоследних людей. Ну, одного из них, которую тему нужно запретить, я имею в виду. А, да. Ну, обо всём по порядку мы сегодня расскажем. Давайте сразу представим нашего гостя. Денис Крутихин, председатель Совета директоров компании Кировские ССК. Здравствуйте. Добрый день. Я благодарна сразу Денису Леонидовичу. Он сразу откликнулся на наше предложение. Это очень важно, потому что именно компания Кировские ССК участвует тоже в этой истории. И участвует, может быть, будет участвовать. Нам нужны пояснения от первого лица. Вот мы их получим сегодня. Вы позволите, Денис Леонидович, мы ведём, собственно, слушателей в курс дела, потому что, по нашему ощущению, ну, не все, безусловно, информационные площадки об этом сообщали. Конкретно можем назвать... Ну, одна конкретная информационная площадка имела больше доступа к разного рода документам, чем другие. И они подробно описали ситуацию. Мы имеем в виду издание «Репортер». Да, кстати, слушателям надо просто сказать, что мы обязательно будем с вами общаться, но после перерыва, после 16-й минуты, а то и 30-й, да, будем предупреждать, 211-101. Не прямо сейчас, вот сейчас вводный. Я опрос тоже размечу, да. Опрос есть на сайте хакиров.ру, в том, что на месте больничного городка, за алыми парусами, на московской поэтцопарке «Верю-не верю». На сайте хакиров.ру сейчас 83% говорят «Не верю». Голосуйте. Итак, в субботу, 13 мая, кировские СМИ написали о том, что за алыми парусами разбирают больничный городок. И, естественно, пошли разные домыслы, пошли разные слухи о том, что там будет. Ну, в первую очередь, мы думаем о плохом. Мы говорим о том, что будет торговый центр. Мы говорим о том, что будет очередной небоскреб. И еще много чего-чего, что нам затруднит движение, дыхание и прочее. Да, и люди стали это активно обсуждать. Это была суббота, 13 мая, имейте в виду. То есть пояснения какие-то получить от официальных лиц возможности не было. Но уже 17 мая, в пятницу, в течение за неделю накопился материал, даже какие-то сливы пошли. Значит, 17 мая уже репортер пишет, что представители различных министерств области во главе от зампредом Дмитрием Курдюм встретились с руководством Кировского ССК по вопросу создания благоустроенного сквера у жилого комплекса «Алые паруса». То есть уже произошли какие-то события, встречи официальные. Выработана была официальная позиция, и эта позиция в итоге была озвучена. Но прежде чем мы дадим Денису Леонидовичу слово, и он расскажет, как поступило предложение, и почему они пошли на это, и заключен был договор, все-таки я попрошу тебя, Володь, чтобы ты процитировал Дмитрия Александровича Курдюмова, который, на мой взгляд, достаточно подробно и обоснованно рассказал, как и что они делали на месте больничного городка, как происходил снос. Ну, собственно, Дмитрий Курдюмов в своем фейсбуке еще 13-го числа написал о том, что в центре города, цитирую, после оформления всех необходимых документов сегодня началась разборка зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии. Ну, тот самый больничный городок, как его в народе называют. По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правительства, на территории снесенных зданий, а снесены они должны были быть уже к концу мая, к началу лета, планируется обустройство прогулочных зон. Ну, по-разному тут называется, да, разная терминология присутствует. Секлер, парк, прогулочные зоны и так далее. А затем уже по итогам встречи, собственно, с руководством ССК, Дмитрий Курдюмов сказал, было очевидно, что эти медучреждения надо расселять. Мы для себя разработали некий план. Андрей Черняев, исполняющий обязанности министра здравоохранения, грамотно переместил учреждения здравоохранения в другие имущественные комплексы, причем на это не потрачены были средства областного бюджета. У нас есть некий план или схема, который может быть реализован. Правда, еще предстоит процедура согласования, сказал Курдюмов. Здесь, то есть на месте уже бывшего больничного городка, будут комплексные элементы благоустройства территорий. Вот еще одна формулировка. То есть в краткосрочной перспективе это прогулочная зона. Из этого можно сделать вывод, что вроде благие намерения. Да, очень даже. Прогулочная зона. Появляется пространство для отдыха горожан. Далее в соглашении с заключенным с Кировским ССК говорится, что ветхие дома больничного городка будут снесены как раз уже до конца мая, а с 1 июня начнется благоустройство сквера, и работы должны быть закончены к концу лета этого города. Также в документе говорится, что Кировский ССК в рамках договора должен проложить пешеходные дорожки, разбить клумбы, установить скамейки, малая архитектурная форма и так далее. Вот это все происходило между 13 и 17 мая. То, что было на поверхности, очевидно нам. Видно нам. А что на самом деле, Денис Леонидович, было? Вот, наверное, до 13 мая как-то к вам обращались. Или так вот внезапно все произошло? Нет. Первое совещание было у Дмитрия Александровича. 2 мая, когда он пригласил меня, там были и другие сотрудники Министерства здравоохранения, была высказана идея, что вот снести бы неплохо больничный городок, и там можно было сделать какую-то прогулочную зону. То есть вам непосредственно было предложено? Да, лично я был. С помощью техники ССК? Какие-то другие представители строительных, других компаний? Нет, только вы. Дмитрий Александрович сказал, вы здесь рядом строите, почему бы вам не снести? Вот прогулочная зона и смотреть будущим жильцам на старые бараки вроде бы как неприглядно. Давайте мы сделаем здесь прогулочную зону. Мы сказали, хорошо, давайте это изложим на бумагу, и мы приступим к работе. Мы изложили это все на бумагу и приступили. А почему вы сразу так быстро сказали, хорошо? Ведь это же требует средств. Насколько я понимаю, что и снос этих старых зданий тоже потребовал помощи? Ну, конечно. За ваш счет сносилось? Да, сносилось полностью за наш счет. Наш такой благотворительный проект для жителей города. Ну, почему бы нет? Не так часто просят. А вы, простите, задавали вопросы на этой встрече, а, собственно, вы нам заплатите за то, что... Нет, сразу будет сказано. Или сразу было от города? Да, денежек нет. А денег нет, вы бы вас обидаете. То есть мы вам разрешим снести, сделать прогулочную зону, зато ваши будущие жильцы будут смотреть не на старые гнилые разваливающиеся бараки, а на какую-то там благоустроенную территорию. Эта земля находится в собственности? Эта земля находится в областной собственности. В областной собственности. А большая территория? Ну, вот мы снесли два участка, вот эти два земельных участка, это где-то один гектар с небольшим. Речь шла обо всей зоне, значит, на что я сказал, давайте... Октябрьский проспект, Московская, Преображенская, собственно... А вся зона большая? Да, большая зона, там около 4 гектаров. То есть была речь о всей зоне, я сказал, давайте мы в этом году сделаем часть вот эту вот, снесем, благоустроим. Если всем все понравится, всех все устроят, на следующий год мы приступим к следующей части. В настоящее время вот эти работы по разборке завершены? Работы по демонтажу завершены, по сносу. То есть земля, она освобождена, готова. На сегодняшний день мы сделали эскизный проект вот этого парка, он выложен у нас на сайте. Да, он в открытом доступе есть. Да, то есть мы специально это выложили, чтобы жители города могли обсудить, высказать какие-то свои пожелания, чтобы мы, может быть, приняли к сведению, что хочет у нас общественность, внесли какие-то изменения и приступили к созданию именно вот этой прогулочной зоны. Что значит приступили? Какие сейчас работы проходят? Сейчас работы никакие не проходят. Сейчас мы, то есть, обсуждаем, что там хотим видеть. И я думаю, через неделю две мы приступим к работам. Сейчас там чистая площадка. Чистая площадка. Строительный мусор вывезен. Да. Давайте вернемся к тому моменту, который вы обозначили. Он очень важный. Вы сказали сразу на переговорах, что да, мы идем на это. Я понимаю, что очевидные выгоды застройщика тоже тут присутствуют, потому что, естественно, это повышает стоимость, мне кажется, жилья, нет. Благоустроенная прилегающая территория, это совсем не то, что действительно бараки, гаражи или просто проезжая часть. Конечно, с большим удовольствием будут покупать. Да? Это было тоже, наверное, как будто бы. Не стоимость, возможно, а привлекательность. Привлекательность, да. Но это не маленькие затраты. Вот затраты на благоустройство одного гектара, как прогулочные зоны, это какие затраты? Ну, я думаю, это миллионов десять. Десять миллионов. А снос? Миллиона два. Ну, 12 миллионов от затрат. Я думаю, мы оценивали все про все где-то в пределах десяти миллионов снос и благоустройства, и посадка зеленых насаждений, установка освещения и так далее. Вот этого одного гектара, а там еще три остаются. И вы не приступили к работам до того, как официальный документ не был подписан. У вас есть соглашение с правительством? Да. У нас есть отдельно подписанное исполняющим обязанности министра Чернеевым и главными врачами тех больниц, к которым принадлежали эти здания, за кем, мы понимаем, сейчас числится вот эта земля. И все, и работы уже произведены. Как минимум два миллиона потрачено на снос. Сейчас мы примемся буквально на одну минуту, и после чего снова в эфире. Мы пока не будем принимать звонки после 30-й минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Сквер или Конгресс-холл. Перспективы участка на Московской определены. Задаемся своим вопросом и обсуждаем этот вопрос в данный момент с Денисом Крутихиным, председателем Совета директоров компании «Кировские ССК». У вас есть возможность голосовать на сайте слушателей эхакирова.ру в нашей группе ВКонтакте. Верите, не верите в то, что там будет парк. Так назовем эту прогулочную зону, да? Рекреационная зона, так или иначе, благоустройство. Еще будем сегодня обсуждать ответное письмо Ольги Куземской, одного из зампредов. Ответное письмо или докладная записка? Докладная записка. Я не знаю, это ответка была или записка? Что это было? Ну, официально это называется докладная записка. Мы сейчас это разберем, да. Как-то вот совершенно внезапно появившиеся. Напомним, что до перерыва мы рассказали вам историю, что еще 2 мая было совещание у Дмитрия Александровича Курдюмова, где была достигнута договоренность между правительством и Кировским ССК. Подписаны официальные документы по разработке, по сносу ветхих, старых корпусов больничных и разработке документации на благоустройство этой территории. И я сейчас, вот хорошо Денис Леонидович мне подсказал, на сайте Кировского ССК есть новость от 1 июня. Благоустроим сквер все вместе. Выложен проект этой территории в 1 гектар, как мы уже определили, да. Это 1-4 территории, которую можно благоустроить в том районе. Выложен проект, выложен проект подробный. И этот проект можно обсуждать. Я вижу, что там есть обсуждение уже. Попозже почитаю, посмотрю. Кстати, своими силами полностью разрабатывали проект. Специалисты ССК. Конечно. Много сил, на это ушло много времени. Нет, эскизный проект, это не так сложно, не так дорого. 10 миллионов, сейчас скажем, эти все работы по сносу разработки проекта благоустройства территории и высадки деревьев было запланировано на этот гектар. И вот теперь, 1 июня должны были начаться работы. Правильно? Ну, с 1 июня до 1 сентября. В это ведь входит и в том числе и проектная работа. Да. С 1 июня, 1 сентября должен был реализовываться проект. Сейчас он приостановился. Почему нет? Мы обсуждаем. С кем? С общественностью. Вот мы же выложили. Сейчас идет этап обсуждения сообщественности. Обсуждение, доработка проекта. Ну, напомним на секундочку, что сегодня уже 7 июня. Да. И за этот период времени появился очень интересный документ на том же Нюслере. Вот если его распечатать, такой 11-страничный документ. Называется он «Докладная записка 24.05.17. В рио губернатора председателя правительства Кировской области направлено Васильеву. И написала ее заместитель и председатель правительства Кировской области Ольга Куземская. Очень любопытный документ. Да, Володя? Интересно бы, конечно, знать, как он просочился в средствах информации. То есть вполне понятно, что такие вещи в СМИ не публикуются. Что-то не публикуются. Вот же публикуются. Ну, обычно, я имею в виду, не публикуются. Они для внутреннего пользования предназначены. Ну, ладно. Это отдельная история. Но они очень важны. Правда. Здесь очень важные тезисы, которые касаются всех нас. Ну, я предлагаю не пересказывать все-таки, а зачитывать буквально. Итак, докладная записка. Уважаемый Игорь Владимирович, в настоящее время правительством Кировской области пересмотрено принятое в 2015 году решение по застройке квартала в границах улицы Московская, Преображенская, Октябрьский проспект в городе Кирове в районе жилого комплекса Алая Паруса. То есть, вне всяких сомнений, речь идет о территории больничного городка. На земельных участках, находящихся в областной собственности, в соответствии с которым ранее предусматривалось размещение высотных жилых домов и здания арбитражного суда. Ну, такое ответвление немножко. На совещаниях, проведенных под моим председательством, я имею в виду под председателем Куземской, совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Министерством государственного имущества, Министерством культуры, по вопросу развития данной территории, принято решение о реализации на данной территории масштабного инвестиционного проекта. И вот тут интересно очень, на самом деле, масштабный инвестиционный проект. Вот все-таки, какие аргументы приводятся? И инвестпроект — это не сквер, да? Да. И какие приводятся аргументы? Данное решение, пишет Ольга Куземская, принято по следующим основаниям. Принятые ранее решения фактически противоречили интересам правительства области в развитии данной территории. То есть вот 2 мая было принято решение о том, что здесь будет прогулочная зона, сквер и так далее. И Ольга Куземская считает, что это противоречит интересам правительства области в развитии данной территории. А интерес заключается в следующем продолжаемом. Область не имеет помещений конгресс-холла, дискуссионных площадок, приспособленных залов, выставочных залов для организации проведения форумов различного уровня, фестивалей и иных мероприятий, организуемых областным правительством. Вот это интересно сейчас этот вопрос перекинуть в авиатской торгово-промышленной палате. Которые помещения для проведения были. И, кстати, у них был интерес, помните, построить тоже офисное здание в сквере на профсоюзной. Там в аварс профсоюзной, да. Да, очень много помещений в нашем опорном вузе есть, например. И раз уж на то пошло. А потом надо как-то вспомнить, сколько у нас конгрессов в год проходит правительственных. Дискуссионных площадок правительственных. Сколько открыто в течение прошлого года было, Володь? Что под этим понимать, собственно? Ну, я не знаю. Конкретно правительство Кировской области сколько организовало конгрессов, дискуссионных площадок и выставок здесь, в Кирове? Ну, безусловно, они были, но это, в общем-то, такой... На мой взгляд, это не масштабное явление такое. Далее, собственно, почему обосновывается в этой докладной записке, почему обосновывается интерес именно к этой территории? Земельные участки расположены в шаговой доступности от здания правительства области. Иных земельных участков, отвечающих критериям инвестпроекта, в областной собственности не имеется. Я на что и говорить. Участок хороший, Денис Леонидович? Хороший участок, конечно. Вот как можно мы его описать с точки зрения интереса инвестора? Большой участок, 4 гектара, в областной собственности, в центре города, с коммуникациями, со всеми. Хороший участок, который, может быть, в какой-то перспективе пригонен для инвестиционных каких-то проектов. На сегодняшний день, мне кажется, инвестора найти на это будет сложно. Почему? Потому что сегодняшний день у нас в стране кризис. Предложения не может... Конгресс-холлы будут востребованы? Конгресс-холлы, ну, мне кажется, нет. Они вообще в Кирове когда-нибудь были востребованы, Конгресс-холлы? Не, ну, выставочные площадки, они для конференции, залы, они в городе существуют. Есть они и при отелях, есть и в бизнес-центре. Они есть, они этот бизнес-центр существуют. И на перешире, собственно, города. Он существует, его можно взять в аренду, провести это все. И мы берем иногда в аренду, и сами сдаем свои в аренду для совещаний, семинаров, там еще чего-то. Ну, этот бизнес, он есть, он живой, но не такой прибыльный, в который бы, как мне кажется, я бы стал сегодняшний день вкладываться. А поясните, пожалуйста, как специалист, вообще вот что это такое, о чем, на ваш взгляд, идет речь? Вот что за инвест-проект? Вы же знакомились с документами? Я не знакомился, я не знаю. Нет, ну как это обычно происходит? Что? Инвестор это кто? Это строительная компания, это какая-то иная организация. Может быть, кто угодно инвестор, может физлицо быть инвестором, инвестировать, конечно. Если денежки есть, он инвестирует. А потом уже нанимает строительную компанию, пожалуйста, и делает, что хочет. Он делает инвестор проект, то есть он сюда инвестирует, что-то передает кому-то, что-то оставляет себе, продает, получает прибыль. Может быть, финансовая группа, может быть, какая-то юридическое лицо, может быть, физлицо, может быть, предприниматель, кто угодно может быть. Интересно бы знать, а нет, там же все-таки далее говорится, что в администрацию, собственно, города Кирова, в этой докладной записке говорится о том, что в администрацию города Кирова уже направлено письмо с просьбой установления для рассматриваемой территории территориальной зоны С2ИП. Это значит, что это зона масштабных инвестпроектов в целях последующего объединения земельных участков в АЗИН. Но вот это вот не очень понятно, все-таки зона-то это касается. Какой части из этих четырех гектаров, этого гектара, который вы уже очистили и разработали документацию, оставшихся трех, всех четырех, мы знаем об этом? Нет, мы не знаем об этом. Мне ничего не известно. Ну вот сейчас через пять минут начинается в кабинете буквально у Дмитрия Курдюмова брифинг, в том числе и по этому вопросу. Мы ожидаем ответа, о какой конкретно территории идет речь и почему в итоге оказалось, что два зампреда по-разному смотрят на этот вопрос и даже этот вопрос не нашел согласования. То есть серьезная противоречие такое возникло. Смотрите, Ольга Куземская считает, что масштабный инвестиционный проект правительству Кировской области нужен. Ну кто бы спорил, может быть действительно и нужен. Нам же нужны обоснования, собственно, мы это обсуждаем сегодня. С другой стороны, если мы будем опрашивать население и спросим его, а мы будем опрашивать буквально через три минуты после перерыва, что вы хотите там видеть, конгресс-центр или парк? Ну я что-то подозреваю, что второй вариант будет выбран, ну или хотя бы хоть какой-нибудь сквер. Конечно, людям этого не хватает очень давно, ведь у нас скверов не было. Где-то в прессе проходило. По-моему, даже вы говорили. Сколько у нас уже лет сквера не закладывалось? Последний сквер был 60 лет СССР, 82-й год. 82-й год. Обратно ботанического сада, да. 82-й год. Я бы сказала, единственный приличный сквер в нашем городе. Я там не считая парка. Я бы другое слово использовал. Похоже на сквер. Он комплексный. Там есть и водный объект, есть и рельеф, ландшафт. А вот можно сказать, на сегодняшний день поднята шумиха вся в прессе, еще где-то сквер, конгресс-холл, еще что-то. Но никто ведь не сказал, что сквера не будет. Может быть, будет сквер, а на оставшейся части конгресс-холл. А мы это сейчас обсуждаем как раз? Мы надеемся, что на брифинге сейчас осветят. Мне кажется, перед тем, как создать какой-то инвест-проект, там будет какое-то предпроектное решение, которое вынесется на обсуждение. Может быть, и будет какой-то небольшой конгресс-холл в большом парке. А вот это вопрос насчет того, насколько это будет вынесено на обсуждение. Да, Володя? Потому что Ольга Куземская пишет, что довожу до вашего сведения, господин Васильев, о том, что в статье, которая размещена была в репортере, размещена информация о планируемом об устройстве прогулочных зон на территории снесенных зданий. Населением города Кирова данная информация принимается как принятое решение правительства Кировской области о создании парковой зоны. Данная статья опубликована без согласия и о заместителе председателя правительства, курирующего вопроса в сфере градостроительной деятельности, это значит Ольга Куземская, и не соответствует документации по планировке территории, утвержденной распоряжением правительства Кировской области от 14.08.14 и принятым решением по развитию данной территории. Дезинформирует жителей города Кирова и в дальнейшем станет препятствием для реализации инвестиционного проекта. Вышеизложенная информация направляется для принятия вами дальнейших решений. Прошу, говорит Куземская, дать поручение о запрете распространения информации о дальнейшем использовании этой территории. А вы говорите, Денис Леонидович, обсудить, прикинуть, с народом посоветоваться, с сообществом экспертным. Может быть, поэтому сейчас и пока нет никакого проектного решения, что обсуждать-то, поэтому и нечего обсуждать. А потом будет решение. О запрете распространения информации о дальнейшем использовании, о любом дальнейшем использовании. Я не знаю, как трактовать. То есть мы уже сейчас какими-то запретными делами занимаемся? Я думаю, что госпожа Куземская, надо все-таки будет каким-то образом отреагировать на это и пояснить, что она имеет в виду. А возможно, сегодня на брифинге будет пояснено, ждем второго часа, да, немного разворота, когда Ольга Близина, может быть, нам расскажет, что там было, на самом деле. Давай еще раз напомним, что мы сейчас цитировали докладную записку. Да. Земская губернатора, которая появилась... На сайте репортера. Да, на сайте наблюдателя.ру тоже размещена. Сейчас прервемся, на две минуты будет реклама. 211-101 номер телефона привела эфира. Мы будем принимать ваши звонки. Слушатели, пожалуйста, что вы хотите. Сквер, Конгресс, Холл. И нравится ли вам история, когда они будут вас спрашивать о том, что там будут, и не будут вам давать информацию, какой инвест-проект будет построен в центре города. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Провожается программа «Дневной разворот». Владимир Сметанин, Светлана Занько. Здесь в студии наш гость. Денис Крутехин, председатель Совета директоров компании «Кировские ССК». Денис Леонидович, а можно поделиться подробностью вот этого соглашения, которое заключено с правительством области? Что там конкретно прописано? Если это не тайна. Да нет, конечно, какая тайна? Что же скрывать-то? Там прописано, что мы сносим здание своими силами за свой счет и благоустраиваем там прогулочную зону, сквер. А, ну то есть то, о чем мы уже, собственно, рассказали. Все проговорили, все это закреплено, собственно, в этом документе. Вот сколько, вы говорите, сейчас идет обсуждение на сайте проекта, еще раз говорю нашим слушателям, на сайте Кировского ССК, над 1 июня новость, благоустроим сквер все вместе. Вы можете тоже зайти и обсудить, и там предложить какие-то свои вещи. Я уже тут Денису Леонидовичу за эфиром свои предложения высказала. Мне нравятся, например, такие сглаженные все-таки переходы, они не прямые, не острые углы. Ну, это вот уже, может быть, и вкусовщина какая-то. Но, тем не менее, лично я, конечно, люблю зеленые зоны, вам ли слушать или не знать. Но что будет, на самом деле, на этом месте, мы пока не знаем, учитывая докладную записку Ольги Куземской, которую она направила... С предложением запретить распространение информации. Да, да. И с намерением осуществить серьезный инвестпроект в интересах правительства, заметь, Кировской области, да, а не население. Ну, не знаю. Ладно, формулировки, они такие. И сейчас вот буквально начался брифинг в кабинете у Дмитрия Александровича Курдюмова, зампреда. Наша коллега Ольга Балезина отправилась туда, и мы надеемся, что она успеет, да, чтобы выслушать и рассказать. Да, в следующем часе расскажет нам, который в том числе вот этот вопрос будет обсуждать. Ну, вот смотрите, идет сейчас обсуждение этого сквера, этого дизайн-проекта. Как долго еще обсуждать будете на сайте? Ну, я думаю, неделю, ну, две, может быть, не больше. А как быстро можно осуществить те работы, которые вы запланировали? Мы напомним, что с 1 июня по 31 августа, в принципе, срок в договоре, в соглашении обозначенный. Ну, я думаю, вот то, что вот у нас нарисовано, примерно месяца полтора. Там останутся, конечно, сезонные работы, то, что высадка деревьев осенью каких-то, да, какие вот там, сейчас обсуждаем, то ли яблони нужны, то ли там сирень, то ли еще что-то, да. Это хорошо, это и другое, здорово. Да, ну, что-то должно быть в каких-то пропорциях, да, то есть, может быть, какие-то туи, может быть, какие-то хвойные. Я сейчас не подпеваю ни в коем случае ни КССК, ни чуму, это я просто за яблони и сирень в нашем городе, вот и все. За яблони и сирень. Хорошо, красиво. То есть, яблони сейчас сажать можно, допустим, какие-то деревья сейчас сажать еще, уже нельзя, их нужно сажать осенью. Поэтому все равно это вот последние штрихи, это осень. То есть, есть время, я к чему веду, то есть, есть время обсуждать и, в том числе, мне кажется, все-таки ждать решения определенного от правительства Кировской области. Да? Ведь придется же ждать. Вы сейчас заслушали, мы цитировали специально, в том числе и для вас. Что ждать-то, вот пока у нас есть соглашение, я думаю, мы будем делать, ну, примут другое решение, ну, этот, как через какое-то время. Сейчас быстро инвестора сюда не найти. Ну, что же, мы сделаем этот сквер, выложим эту брусчатку, сделаем эту прогулочную зону, через 3-5 лет примут другое решение. Ну, соберем свою эти брусчатку и уйдем во своей оси. Если я начну, миллионы рублей, как мы выяснили ранее, время, чисто по-человечески, трудозатраты, не обидно будет потом, что все это будет возможно разрушено? Обидно, но что делать-то? 211-101, номер телефона прямого эфира, пожалуйста, звоните, высказывайте, что вы хотите видеть на территории, вот сейчас очищаемой от бывшего больничного городка, за алыми парусами, сквер, конгресс, холл, может быть, и то, и другое вместе. Парковки, в конце концов, еще что-то. Вот я когда думаю о развитии этой территории, ну, все-таки программа УРБА много нам тут дала ведущим, много специалистов через нас прошло. Мы понимаем, что что бы там ни было, какой бы инвестпроект ни был реализован, конгресс ли холл или еще один там жилой дом или еще что-то, очевидно, что все эти помещения будут требовать, например, серьезных подъездных путей, правильных парковок там каких-то, да. А еще мы помним, что, к сожалению, не успела найти эту программу, к нам приходил сюда разработчик. Эта территория уже не раз обсчитывалась и разрабатывались там различные проекты, в том числе и жилые, с велосипедными дорожками и малыми скверами. И это была, речь шла в прошлом июне, когда говорили о том, что улица Горького будет продлена от улицы Московской до Лепсии. Все этого ждали, потому что это разгружает узел. Нет, это все было разработано. И вот сейчас Денис Леонидович кивает, это были такие разработки на самом деле. Они тоже куда-то все вдруг улетучились. Нет, они, по-моему, есть в генплане развития города. Они есть в генплане развития города. Но генплан развития города, видимо, не соответствует интересам правительства. Но это время не одного дня. Это требует времени и средств, поэтому он будет развиваться. И в какой-то перспективе это будет, мне кажется. Давайте примем звонок, 211-101. Алло, вы в эфире, добрый день. Да, добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, вы, собственно, видели эту информацию в СМИ, в электронных СМИ? Нет, конечно. Это докладная записка и так далее? Я сейчас говорю по вашему разговору. Ну так мы об этом и говорим? На основании вашего разговора. Да. Вот два слова. Значит, по поводу этой территории, Алой Паруса. Это неплохо, конечно, что Конгресс-Холл. Наверное, какой бы он ни был, он нужен городу. И вообще, чем больше солидных заданий в городе, тем интереснее. Я боюсь одного, что когда сделают парк, нет, таможенный парк и Конгресс-Холл, конечно. Ну, парк, как бы этот парк опять не превратился в хождение собачников, бомжей. Понимаете? Вот отказали угол профсоюзный, значит, и Карла Марса Липатникову строить. И что, посмотрите, это пустынное место. Там никого нет. Вообще пустынное место. Это первое. А потом есть напротив цирка, бывший дом культуры Циолковского. Вот там и построить Конгресс-Холл. Шикарное место. Красивое, открытое место. Все видят. Есть места в городе Кирове. Тут вообще разговор как бы не стоит выйдя на улица. Из докладной записки ясно, что шаговой доступности нужен. Нас интересует то, что появится в центре города. И каким образом это будет реализовано. Чего это не стоит? Ну, я еще раз повторяю, что как бы вот эти парки, парк вот этот, который там есть... У вас есть опасения, что он будет заселен бомжами? Да, и собачниками. Спасибо большое. У вас есть Денис Леонидович? Главное заселить его бомжами и собачниками. Ну, я вообще давно бомжей в парках, конечно, не видала. Они где-то вроде под землей в основном там. Да, тусуются. Под теплотрассами. Да. Вот такое мнение. Яйца выеденного не стоит. Не знаю, у каждого свое мнение. Мест на самом деле в городе много, где можно... А что касается, кстати говоря, места бывшего дома Циолковского. Правда? Давно ведь зависло оно. Ну, зависло. Там есть инвесторы. Я в прошлый раз говорил. Да, вы говорили, да. Там многоэтажка все-таки. И это тоже связано с кризисом, что пока осуществлять какие-то проекты практически невозможно. Сейчас у нас есть еще один телефонный звонок 211-101. Принимаем. Алло. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Надежда. Да, слушаем вас. Я не хочу, чтобы заезжие временщики решали судьбу нашего города. Кого вы имеете в виду? Отрепать языком на конгрессах можно всегда найти место. До этого же где-то собирались и обсуждали свои вопросы. Поэтому это здание совершенно нам не нужно. А заезжие временщики это кто? Ну, вот это Куземская. А может она надолго к нам откуда, вы знаете? Она же приезжая из Москвы. Ну, так может надолго, может она жить здесь останется. Ну, губернатор сменится, ее здесь не будет. Поэтому ей абсолютно все равно до нашего города. Им главное занять место и что-то выстроить для своих людей. Так, Надежда, обращаемся конкретно к территории заловыми парусами. Вы лично что хотите там видеть? Конечно, парк. Насколько большой? Ну, там вообще территории достаточно и для конгресс-центра, и для сквера. Конгресс-центры нам не нужны. Почему так? Лучше бы они занимались делом, а не трепали языком. А каким конкретно делом вы хотите, чтобы они... Ну, делом полезным для народа. Ну, каким полезным-то конкретно? Что вы хотите от них? Много всяких дел. Например, хочу... Чтобы зарплата росла. Конгресс-холл в этом не поможет, вы считаете. Понятно. Спасибо, Надежда. 211-101. Пожалуйста, когда звоните, выключайте свои приемники. Я послышу на эхо. 211-101. Что вы хотите видеть на площадке за алыми парусами? Парк, конгресс-центр и то, и другое. У нас два сейчас противоположных было мнения совершенно. Один человек говорит, что это классно, когда появляются новые современные здания. Это, видимо, привлекает. Но, кстати говоря, когда появился Хилтон. А замечательно же, нет? Какой-то такой... С какой-то точки зрения? Ну, с точки зрения того, что человек приезжает из другого города. Бац, у нас есть Хилтон, Макдональдс. И, кстати, это колесо, которое все столько критиковали. Вот буквально я вчера ехала с своей подругой, как у нее изменилось мнение. Она едет, говорит, какая красота. Я говорю, ну вот видишь, все получилось как-то самим собой. Дожди, наступит осень, пойдут дожди, будет слякать. Ну, страшно, говорит. Вот тогда будем ругать. Еще телефонный звонок у нас есть. 211-101. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Нина Владимировна. Если можно, Нина Владимировна, погромче, погромче, пожалуйста. Я хотела бы видеть залами, парусами, конечно же, парк. Вы обратите внимание, у нас очень резко снижается зеленая зона. И газоны, и растения, и деревья. Нам этого не хватает. Мы скоро будем задыхаться. Мы уже задыхаемся. У нас очень плохо убираются улицы. Совершенно не убираются. И наши зеленые островки занимаются чем угодно, но не зеленые зоны. Понимаете, мы вот страдаем без этого. Мы страдаем, мы кировчане. Хорошо, то есть с зелеными зонами у нас проблемы. Это действительно отдельная тема. Напомню, что год назад здесь была администрация, которая отчитывалась о том, что все наберечет возьмет зеленые деревья и опишет нам и выложит в сентябре месяце аж прошлого года карту зеленых зон города Кира. Мы ее до сих пор не видим, не знаем, ничего не происходит. Вот, я это же хочу сказать. Понимаете, у меня вот еще больной вопрос. Почему на наших газонах начинают выстраивать всякие пекарни или как они там называются? То есть, понимаете, вот это газон. То, что он не убран, это вопрос к администрации. Но почему эти газоны занимаются всякими строениями? Уточните, пожалуйста, где это у нас такие места? А Московская производственная, по-моему, там вот выстроили целый вот большой такой... Павильон. А, это предпринимательство Воровского? Это предпринимательство Воровского. Не, производственное Воровского. Кто дает эти разрешения? Почему? А, это тот предпринимательство, которому сейчас воюют, да? Еще один вопрос. Еще один вопрос. Вот последний совершенно. Если территория большая, которую мы рассматриваем, там, в принципе, как нам поясняет эксперт Денис Крутихин, там можно разместить и здание Конгресс-холла, и зеленую зону. Конечно. Ну, вот если будет это грамотно так решено, вы согласны, чтобы и то, и другое появилось? А вот вы знаете, почему-то грамотно у нас... Не верится, что будет грамотно. Да, не верю. Вот уже пропадает всякое доверие к тем, кто это все вычисляет. Московская подземная парковка в Живом Доме, где она, ее нет. Да, все, понятно. Простите, у нас остается две минуты. Еще один успеваем. Так, Володя, ты должен посмотреть документ, продюсер нам говорит. Давайте, Денис Ильич, напомните, собственно, не менее одного гектара, да, у вас в соглашении благоустроить? Да, там указаны номера земельных участков, кадастровые номера земельных участков, которые можно посмотреть в их площадь. Документ есть на сайте КССК? По-моему, есть, да. Хорошо. Ну, а вот еще у нас один документ имеется, собственно, в распоряжении, чуть позже озвучим. Там девять вообще участков, девять с разными кадастровыми номерами, говорится. Сейчас идет речь о двух земельных участках, которые вдоль Московской. Два земельных участка. Было пять зданий, которые мы снесли, они находятся на двух земельных участках. Вот эти два земельных участка мы обещали благоустраивать и готовы благоустроить. Ну, судя по всему, Денис Леонидович так философски настроен. Время пройдет, все будет. А в сторону Преображенской там как это выглядит? В сторону Преображенской там еще стоят здания. Там еще одно здание, памятник архитектуры. Да, до сих пор, да. Я работала госпожа Громоздова. Я так понимаю, дано поручению Министерства культуры вывести его. Ну, об этом в СМИ, да, появилась уже информация, да. Ну, выведут, выведут. Я пока могу только обсуждать. А что это за здание такое? Ну, я не знаю, конечно, не мне судить. Кирпичное? Оно деревянное, кирпичное. Кирпичное, да. Да, ну, вот я могу рассуждать только о тех двух участках, про которые у нас подписано соглашение. Что дальше будет, мне неизвестно. Ну, что дальше будет, надеюсь, вот прямо сейчас озвучивать на брифинге Дмитрия Александровича Курдюмов. И мы рассчитываем на то, что узнаем об этом буквально уже в следующем части. Я хочу тебя разочаровать, что нам Анна Лапшина подсказывает, что в повестке брифинга этого вопроса нет. Опять нет этого вопроса? Боже мой. Ну, ладно, придется чем заниматься? Чем, чем? Будем разговаривать со слушателями в следующем части. Мы будем надеяться, что ничего не меняется, раз нет в повестке дня. Значит, ничего не меняется. А вы, кстати, выходить будете в ближайшее время с инициативой вот на основании, собственно, этой противоречивой информации? А что выходить-то? Слухи-то зачем комментировать? У нас есть соглашение. Нас попросили сделать. Мы договорились, что дело обратное. Никакой информации нет. Ничего не говорил. Никто ничего не говорил. Ну, правильно. То есть вы спокойно, уверенно стоите на своем? Похоже, просьба Ольге Куземской дать поручение о запрете распространения информации о дальнейшем использовании этой территории, которую она обратила к Игорю Васильеву, может быть, была услышана, что ли? Товарищ, так не пойдет. Давайте обсудим. Тогда продолжим обсуждение в следующем части. Спасибо большое Денису Крутекину, представителям совета директоров компании Кировские ССК. Мы не прощаемся. Скоро продолжим. Продолжение следует...